Здравствуйте! Вы смотрите дебаты, организованные Акчен-ТВ в связи с всенародными выборами президента Молдовы. Сегодня свою позицию изложат кандидаты в президент Валерий Гелецкий. Добрый вечер! Добрый вечер! И Майя Лагута. И вам здравствуйте! Здравствуйте! Сильвия Раду на дебаты не явилась, и это значит, что отведенное ей время аннулируется. Теперь о правилах. Каждому кандидату, участвующему в дебатах, предлагается 15 минут чистого времени, которые он вправе использовать для прояснения своей программы. На дебатах воспрещается оскорблять, унижать, перебивать своего оппонента. Итак, мы начинаем. Раунд первый у вас для ответа по две минуты. Господин Гелецкий, обоснуйте, пожалуйста, ваше решение баллотироваться на пост президента. Почему вы считаете, что вы самый подходящий человек для этой роли? Ну, у каждого из нас есть мечта. Мечта, которая нас объединяет, и это мечта жить счастливо в той стороне, где мы родились. К сожалению, эта мечта далека от реальности, и я решил идти на эти президентские выборы. Имею это посвящение и готовность сделать все для того, чтобы, по крайней мере, приблизить эту мечту к каждому из нас. В детстве родители мне говорили, что мир важней всего, а для того, чтобы был мир с окружающими, должен быть мир в твоей семье. Есть такая известная песня «Важней всего погода в доме, все остальное – суета». Я решил идти на эти выборы для того, чтобы сделать все, что от меня зависит, чтобы в наших семьях был мир, чтобы в нашей стране было единство. Разделенная страна, как и разделенная семья, она не может устоять. Для того, чтобы у нас было процветание, для того, чтобы мы радовались в нашей стране, нам нужны и мир, и единство. Поэтому я готов в последующие годы сделать все, что от меня зависит, чтобы наша страна была процветающей страной. Есть много проблем. Опыт, накопленный за эти 10 лет парламентской работы, уверен, позволит мне стать достойным президентом для нашей страны. Президент является гарантом Конституции, является посредником между ветвями власти. Это очень важно, потому что страна разделена. Она разделена по разным критериям, по разным причинам. Политические силы очень много делят наше общество. Президент должен стать тем гарантом, чтобы не позволить, чтобы эти разделения были во вред всему обществу. Во все эти годы я всегда старался быть сторонником мира. Старался сделать все, что от меня зависит, чтобы в стране было вот это единство и благосостояние. Ибо нет другого пути, чтобы нам это достигнуть. Я благодарю вас. Майя Петровна, почему вы решили баллотироваться на пост президента? Уважаемые избиратели, добрый вечер. Я, конечно, тоже мечтательница, как каждый человек по своей природе, но только не в политике. Я не то, что решила. Я просто почувствовала острую необходимость, потому что в стране катастрофа. 25 лет люди выбирают, выбирают. И выбирают лишь тех, кого власть им навязывает. И делают это посредством манипуляции их сознанием. Каждый день вы видите на каналах телевидения, по всем каналам телевидения, одни и те же лица, которые власть сделала якобы ведущими, которые власть за вас уже знает, кого вы выбрали, и рисует им проценты, каждый день по чуть-чуть меняя и навязывая 5-6 человек вам, как единственные те достойные лица быть президентами. И только потому, что они власти, все абсолютно, все из них нужны. И ни в коем случае, не дай бог, не нужен тот человек, который никогда с ними не был в связке, всегда боролся с ними, потому что вы прекрасно знаете, что сделали с нашей страной и с жизнью наших граждан за эти 25 лет. А ведь можно было за 25 лет, если бы они мыслили категориями государственными, масштабными категориями, можно было не уничтожать эту страну, а наоборот, есть масса способов, как быстро вывести страну на очень высокий уровень развития. Можно было, я уже не говорю о Сингапуре, где такой высокий уровень жизни, хотя бы как Нидерланды, мы находимся на 144-м месте. Это показатель их управления, это показатель 25 лет, как они издевались над гражданами своей страны. Единственной целью которой было на гражданах своей страны обогатиться любыми путями. Не применили ни традиционные способы, ни нетрадиционные. Я благодарю вас. У нас второй раунд. Во втором раунде мы поговорим о полномочиях президента. Вы знаете, что согласно Конституции, глава государства имеет ряд полномочий. Я предлагаю поговорить о полномочиях в области обороны. Статья 87. В этой статье пункт 1 говорит о том, что глава государства является главнокомандующим вооруженными силами. Четвертый пункт, я его позволю себе зачитать. Президент Республики Молдова может принимать меры, направленные на обеспечение национальной безопасности и общественного порядка в пределах закона и в соответствии с ним. Майя Петровна, теперь к вам первая, поскольку я обращалась вначале к господину Генгелевскому. Какие меры для обеспечения национальной безопасности, если бы вы были президентом, вы бы предложили своим гражданам? Скажите, вы читали другую статью о соблюдении общественного порядка внутри страны. Вы это читали? Нет, я говорила об обеспечении национальной безопасности и общественного порядка в пределах законной соответствии. Значит, для того, чтобы наша нация, наша страна была в безопасности, особенно вы знаете на внешней арене, какие политические битвы идут и насколько они сегодня обострены, нам, как никому, нашей маленькой стране, которая ни с кем вообще не в состоянии воевать, нашей маленькой стране нужно держаться твердо за наш нейтралитет, за наш статус нейтральной страны в военном смысле. И ни в коем случае не позволять манипулировать собой ни одной мощной стране, мощной державе мира. Потому что приняв одну или другую сторону, мы себя ввергаем в войны, мы себя ввергаем в бойню именно здесь, на нашей территории. Потому что мы так расположены географически, мы стоим между одними капиталистическими странами, мощными, развитыми, и между другими, которые находятся на пути становления, но являющимися ядерными державами. Мы в очень опасной ситуации, и мы не должны никому позволить нас себя использовать, провоцировать. Именно поэтому президент Республики Молдова должен делать все возможное для того, чтобы Республика Молдова не подвергалась им воздействиям соблюдать конституционный, прописанный в Конституции нейтралитет. Нравится он кому-то или нет, хочется ли кому-то изменить или нет, сначала тогда измените Конституцию, а потом будете свои пристрастия высказывать. А пока она у нас есть в Конституции, ее нужно выполнять. Что касается соблюдения общественного порядка внутри страны, потому что мы можем его позволить себе соблюдать только внутри страны, я, будучи организатором очень многих протестов, в первую очередь была, конечно, против договора, подписанного в 2006 году, против проведения учений здесь, в нашей территории НАТО. Чем это было, эти учения мы видели, чем на самом деле обернулись. Значит, представители НАТО обучали в бульбоках наших полицейских и военных, как нас протестующих гасить, бить, связывать, как нас нейтрализовывать. И эти фотографии, эти видео с этих якобы учений обошли всю нашу страну в 2006 году. Если кто наблюдал, тот в курсе, о чем я говорю. Но большинство, наверное, вообще ничего об этом не знает. Поэтому все эти учения для нас обернулись тем, что, вы видите, как только народ чем-то недоволен, значит, по его голову выходит полиция и, в том числе и военные, подготовленные всегда для того, чтобы утихомирить протестующих. Вместо того, чтобы власть внимательно прислушалась, потому что люди не от хорошей жизни выходят протестовать. Внимательно прислушать и принять решение. Спасибо. Господин Гелецкий, вы какие бы меры предложили принять для национальной безопасности? Да, ну, быть главнокомандующим – это очень важная прерогатива президента страны. Это отвечать и за безопасность, отвечать за нашу армию. Мне кажется, что президент, он должен осознавать, как действительно написано в Конституции, что мы нейтральная страна. Эту норму в Конституцию надо уважать. С другой стороны, вот этот нейтралитет, он не помешает или не мешает нам, чтобы мы сотрудничали. Сотрудничали с такими организациями, как НАТО и с другими организациями, потому что, когда мы говорим о сотрудничестве в рамках безопасности и сохранения мира, это очень важно. Укрепить нашу армию – это тоже очень важно, потому что, к сожалению, у нас не хватает средств, чтобы наша армия имела хорошее материальное обеспечение, чтобы она имела хорошее обеспечение с точки зрения военной техники. Это очень важно. С другой стороны, я понимаю, что для такой маленькой страны, как Молдова, вот армия на сегодняшний день приносит дополнительные расходы. И здесь тоже нужно очень хорошо проанализировать на будущее. Возможно, это планы не на завтрашний день, но если на перспективу смотреть, нам все-таки нужно учитывать реформу. Реформу нашей национальной армии, и когда говорю о реформе национальной армии, нужно все просчитать, и я считаю, и так склонен считать, что все-таки профессиональная армия, она была бы эффективнее для нашей безопасности, чем вот то, что мы имеем. Мы можем идти по пути национальной гвардии, потому что очень важно, конечно, молодых людей воспитать в духе патриотизма, и некоторые говорят, что в армии вот это воспитание они получают. Мы понимаем, что в нашей армии очень много и нарушений, очень много злоупотреблений, многие молодые люди возвращаются домой искалечены психологически, некоторые даже физически. И это не нужно, чтобы как бы так проигнорировать. Есть проблемы, есть проблемы, и президент должен об этом подумать, и, как я уже сказал, быть главнокомандующим, это означает отвечать за безопасность нашей страны. Эта безопасность, она включает в себе и вот те реформы, которые в армии сегодня нужно, над ними нужно поразмыслить. Вот этот и совет безопасности, и та команда президента, они должны вместе, вместе с министром обороны сесть и обсудить, что необходимо сегодня для того, чтобы наша армия, она соответствовала тем требованиями дня. Мы пытались, сколько раз был в парламенте, каждый раз, когда мы утверждали госбюджет, к сожалению, не удавалось выделять те средства для того, чтобы наша армия, она могла опять выполнить ту роль, которая ей предназначается для Конституции, для того, чтобы все-таки люди могли спать спокойно и знали, что в стране, да, небольшая страна, и в нашей стране все-таки есть тот военный контингент, который в случае какой-то, ну, скажем так, не дай бог, ну, какой-то конфликтной ситуации, мы можем рассчитывать, что наша армия сможет обеспечить нашу государственную безопасность. Вот ровно. Благодарю вас. Третий раунд, он касается внешней политики. Вы знаете, насколько велика роль главы государства в формировании направлений внешней политики Республики Молдова. Глава государства заключает различные международные договоры, как мы знаем, да, он представляет страну в различных международных организациях. Давайте сегодня поговорим об одной из них – СНГ. Очень такое отношение не всегда было понятное у нынешней власти именно к этой организации. Если вы станете президентом, как вы будете строить отношения с Содружеством независимых государств? Ну, начну с, действительно, с другой важной прерогативы. Как вы отметили, президент отвечает за внешнюю политику страны. Я в своей программе отметил очень важную такую вещь, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы визитная карта Молдовы на международной арене была положительной. К сожалению, о Молдове знают в основном из каких-то скандальных историй, из-за каких-то там проблем, какие-то там, что у нас происходит. Приоритет в международной политике я отведу нашим соседним странам – Румыния, Украина, ну, а также великим державам Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, а также странам Евросоюза. Что касается СНГ, конечно, исторически сложилось так, что мы были в составе Советского Союза, когда Советский Союз распался, как альтернатива была предложена вот этот Союз независимых государств. Содружество. Содружество, да, спасибо. Содружество независимых государств. С экономической точки зрения наше участие в Содружестве независимых государств имеет определенные приоритеты. Мне кажется, вот здесь мы могли бы использовать наше членство в Содружестве независимых государств. Именно с экономической точки зрения. Торговый обмен, там рынки, сбыта. Вот это очень важно. Мы, хотя мы и входим в это сотрудничество, с военной точки зрения мы не принимаем участия в тех программах и решениях, которые принимаются вот в составе этой организации. К сожалению, надо сказать, что политика, которая, скажем так, иногда ведется, она переходит в геополитику, что касается СНГ. Мы прекрасно понимаем, что есть вот этот фактор, который мы не можем проигнорировать. И когда я говорю о евроинтеграции, для меня очень важно, чтобы под евроинтеграцией мы все-таки понимали благосостояние наших граждан. Но вот это благосостояние и сабвектор, и европейская интеграция, они должны разделить общество. Опыт, который я, скажем так, накопил за эти последние годы, говорит мне о том, что мы должны немного переосмыслить вот эту евроинтеграцию с тем, чтобы не позволить, чтобы евроинтеграция расколола общество. Единство общества очень важно. Но опять возвращаясь к Содружества независимых государств. Как президент вы будете ездить на саммиты СНГ? Как президент столько времени, сколько наша страна является членом Содружества независимых государств, я готов ездить. Потому что на этих встречах есть взаимные встречи с главами других государств, которые входят в это Содружество. Это тоже очень важный такой формат, когда ты, бывая на этих саммитах, ты можешь беседовать отдельно с президентом, скажем, не знаю, Казахстана, с президентом Белоруссии и других, где у нас опять есть взаимный обмен, торговый обмен. И это важно для нашей страны, потому что нам нужно обеспечить приход инвестиций, нам нужно обеспечить и открытие новых мест. А без того, чтобы привлечь эти инвестиции в нашу страну, без того, чтобы обеспечить рынки сбыта, мы, конечно, не сможем достигнуть опять того благосостояния, к которому мы стремимся. Спасибо. Майя Петровна, СНГ. Что думаете, как нам нужно развивать отношения и нужно ли с этой организацией? А я на этот вопрос отвечу иначе. Вот мы все о внешней политике, но, уважаемые избиратели, видите, как десятками лет забалтывают голову людям внешней политикой, разделяют по геополитическим пристрастиям. На самом деле, государство образуется там, где есть люди, есть труд. И основная политика любого государства, это прежде всего внутренняя политика. И основной целью и задачей которой – рост благосостояния граждан своего государства. Внешняя политика всегда является лишь продолжением внутренней. Так вот, президент страны, приоритетным для него должно быть именно внутренняя политика поставить задачи перед парламентом и правительством, которые 25 лет сидели там, паразитировали на гражданах своей страны, большую часть выдворили из страны. Другая сидит в нищете, все разрушено. Они сидят каждый день в парламенте и за дня в день рассказывают сказки и просто издеваются над народом. И правительство то же самое. У нас очень много умных образованных инженеров, которые предлагают проекты. Как быстренько выйти из ситуации, как построить, во-первых, традиционный способ есть, от которого вы никогда не откажетесь. Что нужно? Убрать этот налог на НДС, который переложили на плечи потребителя. Нужно ввести налог в продаж. Вы пошли, купили за 100 лей что-то, 7-10 лей сразу уходит в бюджет. Налог на роскошь ввести. Прогрессивный налог на подоходный налог. Нужно налог на роскошь ввести. И тогда уйдет эта серая и черная темная экономика, которая находится в тени и подпитывает все эти партии и парламент, и тех, кто в парламенте и правительство. Никто за 25 лет все делается наоборот. Я иногда думаю, что вот эти люди, которых вы туда приводите, очень богатых, в дорогих костюмах, за 5000 галстуки, перед которыми вы восхищаетесь. А я на них смотрю, как на недоразвитых. Потому что управлять государством и за 25 лет не сделать ничего, чтобы выйти из этого состояния коллапса, который они ввели, это просто, ну как сказать, люди, которые вообще ни в чем не понимают, могут ими восхищаться. Поэтому, повторяю еще раз, внутренняя политика и рост, повышение благосостояния возможно в нашей маленькой стране в очень короткие сроки. Если применить с законодательной точки зрения, поменять очень много в налоговом кодексе, нужно построить промышленные комплексы полного цикла, пусть 50 этажей, где там будет и растеневодство, и крупный рогатый скот, в одном цикле все это будет, никто этим не занимается. Поэтому у меня первая забота как президента, забота о повышении благосостояния граждан нашей страны. Мы поняли, теперь я предоставлю вам другую заботу, потому что у нас пришло время взаимных вопросов. Ваш вопрос к господину Гелецкому. У меня как бы особо к господину Гелецкому нет вопросов. Он как бы сидел в парламенте, я его вообще никогда не слышала, чтобы он по какому-то поводу там, либо возмутился, когда закон какой-то. Он никогда не вышел на мои протесты, когда я требовала... Ну как же закон о дискриминации? Одну секундочку. Ну это единственное, потому что он как бы верующий человек, собрал там верующих, наверное, или вместе как-то. Но я 8 лет требую принятия закона об общественном контроле над государственной властью, который пылится более 10 лет в парламенте. Более 10 лет. И я на акциях протестов по другому поводу. Я всегда выходила по социально-экономическим вопросам на протесты. Я никогда не приходила и говорю, так, уйдите отсюда, потому что с властью, потому что я там хочу быть. Я выводила людей по социально-экономическим вопросам, самым болезненным, но по ходу ставила те вопросы, которые могли бы изменить. Майя Петровна, я прошу прощения, вопрос к Сангелесскому. В чем? Скажите, пожалуйста, почему вы никогда не поставили вопрос, не услышали меня, не услышали протестующих, чтобы пролоббировать этот закон? Очень важный, потому что ничего население не контролирует. Нет доступа ни к поставщикам, ни к парламенту, ни к правительству. На каком основании они так поступают и иначе? Ни к тарифной политике, которую определяет правительство. А мы грамотные образованные люди, мы ни к чему не имеем доступа. Вплоть до того, что даже жильцы платят ЖЭКом за коммунальные услуги. И есть ответ от Примарии, когда они попросили за последние три месяца, за последние три года дать отчет ЖЭКу, куда пошли деньги людей, Примария ответила, вы не обладаете правом контроле. ЖЭКов не нужно. Почему вы не услышали госпожу Лагуту и ее сторонников? Спасибо, госпожа Лагута, за ваш вопрос. Я не видел этот законопроект. Мы ни разу не говорили с вами лично. Вы ко мне не подходили и не показывали. Я знаю законопроект, который зарегистрирован в парламенте. Вы недоступны никому, извините это по ходу. Никому, ни парламент, ни правительство, никто, недоступны народу. Но вы на митингах слышали это, я громко говорю, в микрофоны всегда. Или вам было вообще все равно? Вы же знаете, я не с партиями выходила. Можно он ответить, госпожа Лагута? Сейчас его время. Начнем с того, что вы ко мне ни разу не обратились. Я не знаю, о каком законопроекте мы сегодня говорим. Любой законопроект, который приветствует, способствует тому, чтобы власти были более праздарочными в своих решениях, я всегда поддерживал и буду поддерживать. Что касается того, что отвечаю или не отвечаю, есть много избирателей, которые меня лично знают. И я всегда стараюсь. Конечно, невозможно, скажем так, ответить на все телефонные звонки, может быть, на все сообщения. Но я всегда был открыт, остаюсь открытым для граждан, чтобы они обратились к теми проблемами, какие у них есть. Если бы вы со мной связались, я бы проигнорировал ваш вопрос. Я думаю, у вас были бы основания меня обвинить. А так, в целом, я понимаю. Я понимаю, что вы затрагиваете важный вопрос, болезненный вопрос. Я делаю открытые публичные протесты. Вы должны были, обязаны были слышать людей, когда они выходили. Я прошу прощения, он обязан сейчас ответить. Я свой ответ, собственно говоря, да. Я сформулировал уже свой ответ. Я благодарю вас. Теперь, пожалуйста, ваш вопрос, Майя Петровна. Ну, поскольку мы говорим о протестах, госпожа Лагута, я действительно, вы известны в стране как лидер протестных движений, разных протестов по различным наболевших проблемах. Но у нас вот есть и протестные движения, которые уже сформированы в политическое движение. Вот ваше отношение вот к этому протестному движению, вы, скажем так, если... Вы о платформе, да, говорите? Да, о платформе, да. Если, например, если во втором туре выйдет кандидат со стороны платформы, да, вы готовы поддержать этого кандидата? И вообще, ваше отношение к платформе, да, поскольку это тоже протестное движение в нашей стране. Спасибо за вопрос. Я сразу отвечаю всем гражданам Республики Молдова, что я не буду ни за одного кандидата голосовать на этих выборах, если народ за меня не проголосует. Ни за кого. Ну, за себя будете, Майя Петровна. Значит, люди должны голосовать. А мы не будем. Мой один голос вас не должен интересовать. Ну как? Далее, что касается протестного движения, пожалуйста, не отнимайте мое время. Что касается протестного движения, которое у нас больше года проходило в центре города, это была не только платформа, да, а это был и Дадон, и Усатый, то, как вы обратили внимание, у них нет партий реальных. Там 30-40 человек, ну, до 100 активов. Остальное, все, выходили люди, недовольные по социально-экономическим вопросам выходили. Они хотели повышения благосостояния. И эти лидеры, ни одно требование в интересах этих масс, обездоленных, пенсионеров с мизерной пенсии, молодежь безработная, ни одно требование не выставили перед властью. Было какое? Только одно, что вот вы такие плохие, мы хотим вместо вас прийти. Ну, и в итоге, значит, которая начиналась, это была хитрость, это была хитрость начать протестное движение как общественное движение, чтобы только замутить голову людям, а потом быстрее попревратить в партию. Но, повторяю еще раз, партии у нас создаются преступным путем. Те, кто имеет доступ к нашим данным персональному в регистре, значит, за деньги или бесплатные, я понимаю, что за деньги, потому что каждый чиновник государства превратил свою должность, свое место в бизнес. Дают им данные из регистра, быстренько составляют полгода, глядишь, и партия готова. Собирают там 100 человек в зале, делают ветер, что якобы вот актив собрался, быстро зарегистрировали, а потом, значит, начинают просто эксплуатировать это. И власть продвигает по всем каналам телевидения только тех, кто из их обоймы, с кем они будут вместе во власти дружить, договариваться и делить весь куш, весь этот бюджет, теневую экономику, гравить, продолжать наш народ. Поэтому эта платформа, да, я в первые дни, говорю откровенно, как человек протестующий, опять-таки по социально-экономическим вопросам, я вышла и тоже по социально-экономическим вопросам, пыталась пробиться к микрофону, переориентировать людей не на вот эти их проблемы, драки между какими кланами, финансами, а именно в пользу, в интересу большинства людей, которые выходили на эти протесты. Меня не допустили. И я перестала ходить на эти протесты. И меня многие люди, знающие в городе, звонили по республике, а почему вас не видно на протестах? Я сказала, я уступила место миллионерам, хочу посмотреть, чего они для вас добьются. И вот вы видели. Ничего. Я благодарю вас за ответ. И мы переходим к пятому раунду. Это мои вопросы к вам, уважаемые кандидаты на пост президента. Майя Петровна, ladies first, вам первый вопрос. Очень много людей было озадачено, когда прошла новость о том, что в ваших подписных листах нашли подписные листы Романа Михаеша. И некоторые ваши контр-кандидаты обвинили вас, что вы являетесь кандидатом власти, что вам помогали демократы. Прокомментируйте, пожалуйста. Значит, я считаю, что это просто была какая-то диверсия. Во-первых, когда мы сдавали листы, мы тщательно сдавали каждый один, то это было несколько часов длилось. Во-вторых, не я сама создала эту группу, которому одному члену ЦИК сдают три человека, и в этой группе была и я, и Михаеш. Это не я делала. Я в этом смысле подчиненочек. Я пришла, сдала, люди ходили туда-сюда, сдавала и я, и Михаеш. То есть каким? Кто провел эту диверсию? Я считаю, это диверсия. Именно мне специально, для того, чтобы... А потом заявление этой Санду, шокирующей меня, что я у нее отнимаю имя. Я, вы знаете, у меня показалось, что это вообще не очень здоровый человек. Я прошу прощения, в начале дебатов было сказано унижать, оскорблять. Пожалуйста, следите за собой. Это меня оскорбили вот этими заявлениями, что я у кого-то собираюсь отнимать имя, когда я в 15 лет вместе с народом делала это имя трудом, упорным. Она откуда-то взялась, ее растиражируют по телевидению и преподносят, как спасительность нацию. И чтобы потом произносить, что я у нее собираюсь украсть имя. Это что, нормально? У меня есть еще время отвечать? Да, у вас еще минуту 8 использовали. Поэтому, конечно, всех, кто в инициативной группе по республике, всех невозможно проконтролировать. Те, у кого и деньги, и кто задумал все эти провокации или эти диверсии, они находят где-то там через свои каналы выход на этих людей. Как это все происходит, мне эта технология неизвестна. Но я знаю одно, что это сделано было специально, чтобы сейчас говорить не о том, что нам нужно делать в стране, а о том, чтобы сейчас тех людей, чтобы очернить меня. И это делается изо дня в день, по всем каналам телевидения, в газетах. Это делается, поэтому те, кто это придумал, те это и тиражируют. Я к этому не имею никакого отношения. Вы меня видите, мне никто ничего не диктует, что я должна говорить, как я должна делать. Я как была, такой и осталась. И я остаюсь на своей позиции. Внутренняя политика превыше всего. И немедленно президент, как гарант Конституции, 47-я статья гласит. Государство обязано обеспечить каждому гражданину достойную жизнь. Вот это я буду делать в первую очередь. И когда я заставлю и парламент, и правительство. И когда я это сделаю, вот тогда патриотизм возникнет. А пока не надо бедному, голодному люду, униженному в своей стране, изгоняемому из своей страны, рассказывать про высокие материи, про патриотизм и все. Люди и граждане чувствуют себя чужими здесь, в своей стране. И вот это нужно срочно менять. Я благодарю вас. Говорю вам, уважаемые кандидаты в президенты. Мне кажется, вы должны оба это знать, что у нас не написано, что президент является гарантом Конституции. Он является гарантом суверенитета и независимости. Это вам к сведению. Господин Геленский, нет, госпожа Алла Гута, почитайте Конституцию. Господин Геленский, теперь очевидно плохо. Теперь к вам вопрос. Ваши религиозные убеждения и пост главы государства все-таки в стране, где 90% населения являются православными. Насколько это правильно, чтобы такой человек, как вы, претендовал на этот пост? Ну, я радуюсь за то, чтобы Молдова оставалась светским государством. Да. И я никогда не соглашусь, чтобы Молдова была православным или протестантским государством. Я эти вещи четко разделяю. В то же самое время я считаю, что церковь, и когда говорю церковь, я включаю сюда все религиозные культы, которые зарегистрированы в Молдове, церковь, она должна играть очень важную роль в формировании моральных устоев государства. Это очень важно. Потому что вот разделение церкви от государства, это не означает, что церковь, она должна полностью изолироваться от тех процессов, которые происходят в государстве. Особенно, что касается моральной стороны. Я уверен, что наша страна должна строиться на моральных ценностях, на христианских моральных ценностях. Это очень важно. Если говорить о большинстве в стране, да, я осознаю, что у нас в стране большинство граждан, они православные христиане. Подавляющее большинство. Подавляющее большинство – это православные христиане. Но за всю свою парламентскую деятельность я ни разу не сделал каких-то заявлений, оскорбляющих православных христиан. Наоборот, я искал то, что нас объединяет. Даже тот закон, о котором вы сейчас говорили, когда я проголосовал против закона о равенстве, или, как он известен, закон о недискриминации, это было потому, что я имею эти христианские убеждения, что такого закона у нас в стране не должно быть. И поэтому, исходя из своих убеждений, я считаю, что президент, он может быть гарантом и этих моральных устоев. С другой стороны, есть еще один пример. В прошлом году в Страсбурге я провел резолюцию, которая защищает всех христиан во всех европейских странах. Резолюция, которая была очень высоко оценена русской православной церковью. То есть я всегда в своей деятельности, в своей парламентской деятельности искал то, что нас объединяет. Потому что надо признавать, если смотреть в историю, религия может разделять. И история говорит о том, что были религиозные войны. Но в то же самое время, с религиозной точки зрения, особенно с христианской точки зрения, есть огромнейший потенциал, чтобы объединить общество. У нас есть пример Румынии, есть пример Македонии, православные страны. В подавляющем большинстве в Румынии протестантский президент. Протестантский президент был в Македонии. И есть пример Соединенных Штатов Америки, где она в большинстве своем протестантская страна, но есть католические президенты. Поэтому, когда ты понимаешь и осознаешь, что есть вещи, на которых можно построить общество, объединить общество, то вот это твое религиозное убеждение не мешает, наоборот, помогает тебе. И я уверен, что имея вот эти убеждения в нашей стране, христианской стране, они только помогут мне, чтобы обеспечить вот это развитие страны. И развитие страны в правильном Руси, чтобы она на самом деле была благословлена нашим Господом. Я благодарю вас. И по окончании уже наших дебатов предоставляю вам право обратиться к вашим избирателям. У вас по одной минуте. Пожалуйста, господин Гелецкий, вы первый. Дорогие граждане, 30 октября у нас будет возможность выбрать президента. 4 марта в этом году я был в Конституционном суде. И тем запросом, который был представлен Конституционному суду, запрос, который был подписан другими коллегами и депутатами, смог убедить Конституционный суд, чтобы он вернул это всенародное право избрать президента. Я вас призываю. 30 октября голосуйте за независимого кандидата Валерия Гелецкого. Мой символ – голубь, который несет три колоска. И эти три колоска символизируют вот эти три важные ценности – мир. Мир в наших семьях, единство, единство нашего народа и благополучие или процветание страны. Очень важно. Для того, чтобы добиться этого процветания, мы искали мира и единства. Без них мы не устоим. 30 октября голосуйте за независимого кандидата Валерия Гелецкого. Спасибо. Майя Петровна, вам слово. Уважаемые граждане Республики Молдова. Сейчас очень ответственный момент в нашей жизни. Либо народ Республики Молдова будет по-прежнему идти на поводу манипуляций сознанием власти, когда они вам будут по всем каналам телевидения рисовать вот эти проценты нужным для власти людей, пять-шесть человек и говорить, что вот только они, а всех остальных не обращайте внимания. И этим они в ваше сознание вкладывают, и вы идете сами, и идете выбираете кого-нибудь из этих пяти-шести. А для власти все равно, кого вы уберите. Одного, третьего, четвертого – это все равно их человек. Поэтому, вот я, например, совершаю большой подвиг, работая, не освобождаясь от работы, включилась в эту предвыборную кампанию, потому что так дальше жить нельзя. И либо вы изберете президента близкого вам, открытого вам, которому у вас всегда будет доступ, и мы начнем вместе решать наши вопросы, либо все пойдет по-прежнему. Поэтому совершайте подвиг, как и я. Я благодарю вас за то, что вы участвовали в этих дебатах. Хочу сказать, что ваше сегодняшнее выступление, равно как и всю вашу агитационную работу, безусловно, должен оценить его величество избиратель. Желаю вам удачи, равно как всем участникам этой президентской гонки. А для телезрителей могу сказать, что телеканал Акчен ТВ начинает второй раунд дебатов, и вы увидите следующие телевизионные дебаты уже во вторник в 19 часов. Их проведет мой коллега Влад Мадан. Я желаю вам доброго вечера. До свидания.